В 2014 году он доработал около миллиона Я хочу повторить такую же историю Ну у него сейчас 103 тысячи подписчиков Точнее, то 103 845 Если вы постили каждый день и перестаете постить Каждый день от вас начнут потихонечку отписываться Но вот сейчас реально никакого толку От популярных хэштегов нет А как вообще это монетизировать? То есть если публика в основном Там английская, какая-то азиатская Мне в общем-то все равно, что делать популярным, кого делать популярным Можно и карандаш при желании сделать популярным У меня есть кошка, хочу тоже сделать ее популярной Методы все те же самые, как и в любом проекте Если это инстаграм, то заводится соответственно инстаграм Используют платные методы продвижения Посевы, бартеры, как обычно А какие были вообще начальные инвестиции? Была паника реально, то есть они писали Ники, не делай этого, не трогай, это очень опасно Сделать один раз прикольную фоточку Это вообще не проблема Сложно это повторять каждый день Привет! Ты любишь кошечек? Если да, тогда этот выпуск специально для тебя Потому что сейчас я еду к самому популярному коту в России Это Famous Nicky И у него 103 тысячи подписчиков в инстаграме А у тебя есть столько подписчиков? Я думаю, что нет И в этом выпуске я подробно расскажу Как монетизировать аккаунт свой, либо аккаунт своего питомца И зарабатывать на этом реальной, вполне понятной бабке Так что оставайся со мной Все обязательно узнаешь Все карты открою Итак, хочу вам представить Викторию Тамерлана Это владельца знаменитого кота Ники И сегодня мы зададим ему пару вопросов Спросим все самое интересное Первый, наверное, вопрос Откуда вообще взялся кот Ники? Как появился? Почему идея такая возникла? Да, кстати, все спрашивают, садится ли он так В смысле, сажаем ли мы его? Нет, конечно, так садится сам на жопу Но не на руках Откуда он взялся? Ну и в магазинах, в принципе Как и все кошки, наверное Ну, как и многие кошки Он взялся из магазина Но как бы звезду из него получилось сделать, конечно, на основе его данных То есть он умеет сидеть на жопе Очень устойчиво Без опоры спиной Притом, опять же, есть люди, которые пишут, что ну как же вы так, не знаю, бедный котик У него спина дует Он сам садится так Ну что мы с этим сделаем? Будем каждый раз его поднимать, когда он так садится Он так все время садится И на задних лапах стоит У него мимика очень богатая Что, собственно, отмечают все его поклонники Ну вот В общем, вот эти все данные, они привели к тому, что Стало понятно, что из него можно сделать звезду мировую А этот магазин, он какой-то породистый, у него там есть книжка родословная Просто у меня раньше кошка была У нее там книжки какие-то голландские родители Ну он породистый, да, скотиш-холд Но я его взяла не из там конкретного питомника Не было задач его подразведения Поэтому и даже имя я не опиралась на Там, если берешь из питомника, надо какие-то буквы первые Ну то есть там выдают буквы, надо именно эту букву делать Нет, я его назвала Никки Потому что это, кстати, да, некоторые думают, что это Никита, Николай Там еще это А Никки это Ник Ну то есть Ник в интернете Николасского Никки И на каком этапе пришла вообще идея завести инстаграм коту? На каком этапе, когда ему было, наверное, месяца 8 Когда ему было месяца 8, да, завела инстаграм Потому что в тот момент был достаточно известен Грумпий Кэт Ну это такой кот, который все время грустный Вот и стало понятно, что в принципе сама идея в мире интересна То есть людям стало интересно смотреть за известными животными Плюс это была эпоха начала инстаграма То есть это в самом-самом начале было Поэтому там были другие алгоритмы Там можно было понять, как вывести в избранное И достаточно быстро, без всяких там накруток и прочего Просто определенный алгоритм, скорость лайков там в минуту Оно позволяло выходить в это избранное Поэтому устраивая разные мероприятия с его подписчиками Получалось выводить контент в избранное И так он набирал всех своих остальных подписчиков Многие годы он никогда не был ни на кого подписан То есть были подписаны только на него У него росли подписчики А он никогда ни на кого не был подписан Потому что, ну когда у него спрашивали Типа, Ники, подпишись на меня А он говорил, ну как, я же кот Че я буду подписываться, я же не смогу смотреть ваши фотографии Поэтому я же кот На других кошечек надо было подписывать Да, но у него, кстати, были То есть вообще это же отдельный на самом деле рынок Про который мало в России знают Что есть именно, вот если вы посмотрите в Википедии.org Там есть в английской, ну в англоязычной Википедии Там есть раздел, называется Famous Animal И вот Ники тоже находится в этом разделе И вообще это такая, ну некая То есть есть кошки, они тоже знаменитые И это его конкуренты И, например, когда я его выводила То вот у него там была одна из конкуренток Нала Кэт Такая была известная И вот Грумбик это, многие другие То отличие Ники было в том, что он и разговаривал С своими подписчиками Целые, есть плеяды вот этих известных животных Они друг с другом так или иначе конкурируют И в России это просто вообще не, ну не развито То есть я почему его на мир изначально выводила Потому что в России этого вообще нет То есть нет такого культа, нет такого фанатизма Как вот на Западе есть То есть у него реальные фанаты, которые там не могут прожить Не увидеть его фотку Не могут, не знаю, если он там что-то делает Что им кажется, не знаю, странным Они пугаются, там не знаю, пишут какие-то комментарии Вот, ну в общем вот эта вся история На мир она очень хорошо идет А в России вот в меньшей степени А сколько процентов отношений публика российская Сколько там может быть Какие страны самые популярные? У него вот на момент, когда он был прям известен У него было России совсем мало В основном американская, да И азиатская То есть Владимир тоже очень любит кошек Вот, а сейчас у него российских 7% аудитории Потому что я стараюсь ему наращивать российскую аудиторию Несколько лет я не занималась вообще этим проектом С 2015 до 2018 года То есть в 2014 году он заработал около миллиона рублей на год И потом я на этот проект забила Потому что надоело Знаете, на самом деле достаточно напрягает Все время смотреть на своего конта Как на контент Котент Потому что он что-то делает дома Понимаешь, это такое О, милая поза Понимаешь, и кидаешься с фоткой С фотофорной С телефона Ой, он что-то не то делает То есть невозможно просто уже жить рядом с котом И начинаешь реально воспринимать его как вот Ну все его действия Как контентно-содержащие Это достаточно утомительно Я перестала этим заниматься Но все равно к нему там Каждый год даже Пусть только я совсем перестала заниматься как проектом Каждый год обращались строго Вот 1 марта обязательно кто-то приходил Рекомодатели СМИ Потому что это считается день кошек Почему-то в России Вот И как-то Вот с этого года мы решили проект реанимировать С мужем как раз Вот и теперь Снова занимаемся Вот наращиваем ему российскую аудиторию Потому что есть идея сделать Такой агрегатор кошек в интернете А Ники его возглавит Что значит агрегатор кошек? Как это будет выглядеть? Это будет самое пушистое место в интернете Сообщество? Нет, это не сообщество Это маркетплейс Ага Где в общем-то будет Все для кошек Ну то есть магазины кошачьи Ветеринарные клиники кошачьи Одежды для кошек Инстаграмы кошек известно Ну то есть вот вообще все То есть как бы в нашей ужасной кризисном Как это мире Где постоянно происходят какие-то катаклизмы Блокируют инстаграмы Не знаю Катаклизмы, да Блокируют телеграмы Катаклизмы Катаклизмы, подходящее слово здесь Катаклизмы, да Катаклизмы, надо какое-то хото место Где люди могут приходить и расслабляться И чтобы им было хорошо А как вообще это монетизировать? То есть если публика в основном там английская Какая-то азиатская Как на этом вообще можно зарабатывать? То есть с чего там Если в 2014 году был миллион доходов с этого Ну даже просто у него все равно было достаточно много подписчиков То есть там Как раз в 2014 году было 140 тысяч И даже в общем-то при 2% российской аудитории Это достаточно неплохое количество Почему-то Москва в основном Поэтому для рекламодателя Это тоже было интересно И для ГТекси И для школы английского И бухгалтерию он рекламировал онлайн Вот То есть он много чего рекламировал Но в основном у него конечно были два там крупных контракта С микрософт Периферийное устройство Он рекламировал мышки Эти клавиатуры Ну мышки Да, мышки в основном Мышки, кошки И Неспрессо В Неспрессо была тогда целая акция В Атриуме они вывешивали фотографии из Инстаграма Известных людей С кофеварками Неспрессо Вот Ники тоже был такой известный Людь Кот Единственный из России Вот То есть в общем было так достаточно много Ну и плюс Это не только Инстаграм на интеграцию Деньги приносили У него магазин был Вот как раз тренажеров Кошачьи Ну они не только кошачьи Они и собачьи Ну то есть в принципе тренажеры для животных То есть смысл в том, что Если животным заниматься с детства Ну как Не знаю То есть животное Оно по уровню интеллекта Похоже на ребенка Там годовалого ребенка Например Я конечно не буду утвердать Не специалист Оследование не проводил Но очень похожая история То есть если ты Относишься к кошке Как к предмету интерьера Она и становится предметом интерьера Если ты с ней занимаешься С тренажерами Она реально становится Достаточно умным существом И вот такие вот интеллектуальные тренажеры В общем-то продавались в магазине И одежда А какие были вообще Начальные инвестиции То есть сколько денег вкладывали Или просто все само шло Не считая стоимости кота 25 тысяч Вот Больше никаких инвестиций нет Ну и точно Когда он покупался Он не воспринимался Как инвестиции Он воспринимался Как кот Ну и еда А еда Наполнитель в туалет Расходные материалы Наполнитель Да Еда там тебе Что еще надо Ну есть Ну да Но в принципе Это все конечно купается Это сейчас даже В принципе купается Потому что Если сейчас приходит Рекламодатель То вот у него Размещение в инстаграме Стоит 25 тысяч При этом мы не снимаем Она висит Не как там блогеры Которого вешают на сутки А потом собственно Удаляют То есть Пост продолжает висеть Потому что делаем Хорошие интеграции Чтобы было красиво Чтобы людям нравилось Вот поэтому Он и сейчас себя окупает Даже при редких клиентах Сейчас Какой самый прибыльный проект Из всех вот этих проектов? Ну самый прибыльный магазин Все таки Как ни странно То есть Интеграция интеграция Но это всегда такая Разовая история По сути Хотя Ну с Microsoft Там и с Nespress Это была серия снимков Но все равно Я думаю Что магазин Это была прибыльная Более прибыльная история Потому что там ежемесячно Все таки продажи были Я ездила в Китай Сама закупала Всю эту одежду Тренажеры Выбирала На всех этих выставках Вот Но Например С магазином Все это закрылось Потому что Потому что У него была точка Во флаконе Был интернет-магазин Вот Закрылась Потому что Это все Очень необычно То есть Все эти товары Они в общем-то Все на мне держалось То есть Я определяла Какой товар пойдет Какой не пойдет Потому что Это абсолютно Ну Как бы Субъективная история И чисто На какую-то Внутреннюю интуицию На понимание Того Что нужно людям Это даже Когда Обычным Баингом Одежда Закупаются Это проблема Как купить То что Будет С наименьшим Остатком Потом А тут Тоже В общем-то И когда Я даже попыталась Взять директора Магазина Там все равно Все остановилось На мне Когда Мне присылали Список товаров И я Вот Все Я не могла Проверить Мне было Некогда Этим заниматься И в какой-то момент Я поняла Что я просто Могу зарабатывать Больше денег То чем Я сейчас Занимаюсь Цифрой Вот Ну Я говорю Я просто Подустала Сейчас Планируется Возрождать Направление Магазин Да Магазин Планируется Возрождать А Магазин Еще продавались То что я забыла Сказать Продавались Толстовки Футболки С ним То есть С его изображением Людям это очень нравится Они до сих пор Покупают Мы осенью Собирали Деньги на наш Новый проект Аудиографика Издательства Аудиокниг И чтобы Собрать деньги На проект Аудиографики Мы продавали Толстовки С Ники То есть Ники Везде помогает Очень Очень полезный Кот Вот И мы с ним Продавали Толстовки Футболки Свитшоты Собрали Хорошие деньги Люди Сейчас Нас Спрашивают Где еще Взять Такие И вот Собственно Мы сделаем Магазин Я думаю Что магазин Мы даже Запустим Скоро Прям совсем Там Можно будет Купить Толстовку Свитшоты Кстати Я сделал Стикеры Телеграм И Васьки Да Да Кстати Если у вас Телеграм Заблокируют Можете Тевач Кто Стикеры Сните Так что Надо вконтакте Еще сделать Феймосники Да Стикеры Феймосники Можно найти Обязательно Надо будет Себе добавить Они смешные Но если Вот например Я хочу Повторить Такую же Историю По шагу Что вообще Для этого Нужно Например Вот у меня Есть кошка Хочу тоже Сделать ее Популярной Как бы Есть может быть Какие-то Здесь конкретные Такие лайфхаки Вообще На самом деле Я профессиональный Медийщик Мне в общем-то Все равно Что делать Популярно Кого делать Популярно То есть Можно и карандаш При желании Сделать популярным Но Просто Есть те У кого больше Данных Есть меньше Данных Во-первых Надо посмотреть На кошку То есть Есть ли у нее Какие-то Фишки Вот Ники сидит На жопе Имеет Подвижную Мимику Такую Которую Можно фиксировать У нее Разные выражения Морды И стоит На задних Лапах Вот Если Как бы Кошки Этого нет То надо Что-то еще Найти Не знаю Может быть У нее Очень красивый Получается Крупный Ракурс У нее Нос Какой-нибудь Красивый Может У нее Лапы Какие-то Необычные Как бы Это странно Казалось Но вот Эти детали То что мы Укрупняем То что мы Акцентируем Это то Что люди В итоге Смотрят То к чему Они Привязываются Это то Что им Надо Потреблять Каждый День Как бы Это странно Не было Поэтому Первый Надо смотреть На сам Материал То есть Насколько Он Будет Продвигабелен Вот А потом В общем-то Методы Все те же Самые Как в любом Проекте То есть Если это Инстаграм То заводится Соответственно Инстаграм Но в силу Изменения Логовитмов Теперь это уже Неорганическая История Это надо Переводить Профиль Компании Привязывать Страницу На фейсбуке Уже Происпользовать Платные Методы Продвижения Вот Ну и В общем-то Посевы Бартеры Как обычно Составили Какими-то Известными Аккаунтами Но очень аккуратно В России Надо быть к этому Потому что У нас в России Очень много Аккаунтов Созданных Под посевы Ну то есть Там где Специально Делается вид Что есть Хорошее количество Подписчиков Даже там Даже Эмулируется Вовлечение Ну то есть Делается вид Что там Люди Вовлекаются В посты На самом деле Там ничего нет Это все Мертвые Фейки Боты Вот Но в общем Как бы Надо найти Хорошие Аккаунты Там можно Продвигать Своего животного Тоже Тут главное Вообще Определиться Чего от этого Хочется Ну то есть Вот для чего Это все Для монетизации Для денег Если Берем такую цель Вот А если для денег Тогда из этого Надо делать Изначально Бренд Ну то есть Вот сейчас Опять же Такая история Что слишком много Уже всего Животных То есть Все хорошо В свое время Когда Никки Продвигался Тогда вообще Не был в России То есть Он был вообще Единственный Известный Кот Из России Что собственно Иностранным Его фанатам Тоже нравилось Потому что у него было написано Что я from Russia И это было Ну опять же Интересно То есть Как это вообще Известный кот Из России Вот А сейчас уже Другая история Сейчас многие пытаются Своих кошек Собачих Там продвигать И сейчас Надо сразу Делать из него Персонажа Из своего кота То есть Сразу надо Им рисовать Образ Сразу этот образ Надо выводить На сувенирки То есть Как раз Футболки Толстовки Не знаю Там Чашки Какую-то сувенирку Придумать Сразу надо Это где-то Продвигать Детскую книгу Сделать Вот Поэтому Надо создавать образ На самом деле По этой системе Идут же все Фиксики Не знаю Там Аша Медведь И так далее То есть Создается некая Контентная история С узнаваемым образом А потом Продается этот образ По сути Поэтому Недостаточно Сейчас будет Просто завести Аккаунт кота И Ну Зарабатывать на этом Деньги Если к этому Относиться Серьезно То нам Делать Серьезную историю В чем Основная проблема Вообще В создании Контента Сделать Один раз Прикольную фоточку Это вообще Не проблема Ну то есть Поймать своего животного В необычный момент Когда он там Что-то делает Или Смотрит Как-то странно То есть Очень взгляды Хорошо Людям нравится На фотографии Сложно Это повторять Каждый день То есть В этом Проблема То есть Единичные Какие-то истории Из чего Мемы делают Но вот Пытаться Каждый день Находить В своем животном Что-то Что-то Необычное Вот Это реально Сложно Поэтому Конечно Хорошо Если данные Есть Изначально Вот Если он сидит На жопе Все Это как бы Уже Опять же Если все время Выкладывать Как он сидит На жопе Становится Неинтересно Прям реально Падает вовлечение Падают лайки Падают комментарии Потому что Ну тоже Невозможно Поэтому Надо Чередовать С крупным планом С кем-нибудь Не знаю Смешными штучками Чередовать Фото с видео Кстати Про видео У нас был Смешной Случай Мы Пылесосили И решили Заодно Пылесосить Никки Так Это видео Больше миллиона Просмотров Это видео Это вот Кстати Уже Когда это было Это было Либо осенью Либо Недавно Да Это было Уже недавно Это уже Когда в принципе Особо проектом Не занимались Но мы что-то Тогда Выложили Ну вот Шерсть от него Улетит Ужасно Конечно Вот И мы решили Что почему бы Он его не пропылесосить Да Пылесос Он в принципе Не боится Вот Поэтому решили Его пропылесосить И все И выложили В общем-то А Это видео Попало В подборку Ручную Которую Инстаграм Ну то есть Редакторы Инстаграма Сами делают То есть Это даже Не просто В разделе Популярное А в разделе Популярное Попало В подборку Кошки И там Оно висело Достаточно Долго И вот Набрало Где-то Миллион Десять Просмотров Можно посмотреть В его аккаунте Люди Конечно Но были Те Которые Говорили Что Ужас Мучите Котика Были Те Которые Типа Забудем Я в шерсти Он Очень Продуманный Кот Я говорю Я когда его Купила Я его купила Как Я пришла В магазин По наводке Девочка В твиттере Написала Что она Купила Сестру Девочку Котенка И там Остался Мальчик Котенок В магазине Я пошла В магазин Посмотреть Котенка И он Меня лизнул В нос Это был Единственный Раз В жизни Когда Никки Меня лизнул Он знал В какой момент Себя Продать Он себя Продал И больше Никогда Этими Занимался Поэтому Он все Делает Абсолютно Осознанно Утром Он мурчит Чтобы его Покормили И все На этом Мурчание Заканчивается А были Какие-нибудь Посты Такие Что Сильная Критика Была По ним Например Ты знаешь Нет Все-таки У него Как-то То есть Он участвовал Например Благотворительности У него Есть такой Известный Художник Гонконгский Он Нарисует Ну Сенима У мировых В очень Такой манере Интересной Когда был Теракт В Бостоне То Он Попросил Меня Можно ли Рисовать Открытки С Ники Я согласилась И все Открытки Были Проданы И все Средства Пошли В помощь Постаравшим Бостоне То есть Мы ничего С этого Не получили То есть К тому Что В общем И не было Такого Что Америкосам Помогает Или не Америкосам Ну То есть Теракт Реально Какой-то Трагедии Никит Помог Все Было Нормально А так В принципе У него И нет Он же Никогда Не пишет Ни Политики Ни Религии Там Мимимим Мурмур Вот Мое Утро Вот 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 Так Мне Удобно Сидеть Вот Моя Такая Любимая Поза Ну То есть В принципе Что Там Скандали В общем Был случай Когда У него Была Фотография Где Он Сидел Мордой Как бы Людям Но Лапой Вот Так Вот Трогал Розетку Ну Вилку В розетке И Вот Там Да Там Была Паника Реально То есть Они Писали Никки Не Делай Это Не Трогай Это Очень Опасно Это Ужас Ужас Вот Они Реально В это Верят Я Что Я Точно Поняла На этом Проекте Что Фанатизм Это Очень Интересное Явление То есть Они Реально Этим Живут Он Для Них Абсолютно Живой Персонаж Они Всерьез Относятся К тому Что Он Пишет Что Он Делает Заявление Которые Он Делает То есть Вот Это Все Очень Серьезно Для Них И Поэтому Поэтому Была Такая Паника А Были Всякие Провокационные Комментарии Я Хотела Застраховать Но Кстати В те времена Как раз 14 год Казалось Что Кота Невозможно Застраховать Нигде Не страхует Россию Он Не Имущество Домашнее Животное Коровы Это Имщество Которое Дает Молоко А Домашнее Животное Кошки Собаки Не Являются Ни Имуществом Ни Личностями Их Непонятно Как Что Страховать Сейчас Законы То ли Рассматривали То ли Уже Приняли Про То Что Номашнее Животное Должно Стать Имуществом И С них Должны Платить Налог В каком То Смысле Это Неплохо Потому Что По крайней Мере Появится Статус Имущества Будет Предан И Тогда Статус Такой Можно Будет Страховать А Паспорт Делать Вообще На самом Деле Можно Создать Прецедент То есть Можно Например Попробовать Обратиться В органы Которые Выдают Паспорт С тем Что Дайте Паспорт Коту Они Конечно Откажут Ну Как Б Самое Как Что Смешное В этой Ситуации Они Обязаны Будут Ответить Потому Что Некое Вот Это Формализм Он Имеет Свои Плюсы И Минусы Поэтому Если Сделать Официальный Запрос Они Должны Будут Дать Официальный Ответ И После Того Как Они Дадут Официальный Ответ О том Что Они Отказывают Коту Кот Может Официально Дать Ответ В этот Момент Можно Подключить СМИ Что В этом Случа Он Обратится К другому Государству Если Вы Не Хотят Признавать Нажимаем Россию И Получать Налоги Он Обратится В какое Другое Государство Получит Другое Гражданство Есть Какие Островные Государства Где Можно В интернете Подать В принципе Кто Будет Разбираться Как А Почему Так В инстаграме Смотрел Очень Мало Хэштегов Стоит По Два Хэштега Всего Я Использую Хэштеги Точнее Сказать Я Периодически Когда Опять Он Раскручивался На заре Инстаграм Хэштеги Очень Имели Значение Большое В тот Момент Они Реально Помогали Продвижению Но Уже Много Лет Хэштеги Никола Вот Эти Популярные Хэштеги Никакого Значения Не Имеют Потому Что Если Сейчас Под Фот Котом Написать Кэтс И Тут Зайти В этот Хэштег Уже Не Будет Куп Она Уже Очень Далеко Уходит Вниз Единицу Времени Выкладывается Очень Много Контента Еще Смотрел Подписи И Хэштеги Часто Бывают На Разных Языках А Это Кошка На Разных Языках Это Гата По-японски Кошка Гата Может Неправильно Прознашу Но Пишется Как Гата Ну И Остальные Языки Это Кошка На Разных Я Периодически Публикую Для Эксперимента Я Публикую И Сравниваю Лайки Комментарии И Вижу Что Ну Вот Сейчас Реально Никакого Толку От Популярных Хэштегов Нет Сейчас Все Идет К рекламному Подвижению То Сот Сети Фейсбук Инстаграм Как Единая Социальная Сеть Инстаграм Это Не Отдельная Социальная Сеть Это Плейсмот Фейсбука Все Идет К тому Чтобы Брать Деньги С Рекламодателей С Владельцев Пабликов Поэтому В общем Это Плохая Новость А Хорошая Новость В том Что Рекламные Инструменты Действительно Хорошо Помогают В смысле Они Очень Хорошо Таргетируются Они Реально Собирают Хорошую Аудиторию Но Это Стоит Деньги Уже Не Просто Так Понятно А Сможем Сейчас Посмотреть Статистику По Каналу Ну У него Сейчас 103 тысячи Подписчиков Точнее Я Сейчас Посмотрю На Статистику То 103 845 Вот 116 А по Странам Россия Вот 6% Сейчас В основном США Но США Вот Они По странам Больше всего По городам Бангкок Все равно То есть Азия Любит Больше Котиков То есть США Они Привыкли Подписываться На котиков Но Больше Любят Конечно А США Они Не Предлагали Кто-нибудь Оттуда Не Выходил С Предложения Прорекламируется Выходили Так О нем Огромное Количество Статей Было Не Не Только США Дэйли Мэйл Например Полостная Статья Была Огромная То есть Не О каждом Человеке Напишет Дэйли Мэйл Вообще Очень Много Было Статей Он Участвовал В Календаре Инстаграма Финальном Эта Фотка Хорошо Набрала Ухват Это У Фейсбука Есть Дополненная Реальность Кошка На голове Вот Мы Решили Попробовать Посадить Ники Нормально Снимайте Те вещи Которые Даже Вам Кажется Что Они Обычные Но Они Будут Очень Необычными На Словом Моушен Например Как Лежат Или Допустим Воду Спил На Словом Моушен Ну да Интересно Смотрится А Что Я Еще Заметила В аккаунте Кота Если Мы Посмотрим Как раз По Статистике То Вот Фотка С Человеком Вот Фотка Человеком Вот Фотка С Человеком Вот Фотка С Человеком То Как бы Это странно Не казалось Но В аккаунте Кота Людям Нравится Именно Вовлекаются Фотки С Человеком Им Прикольно Видеть А кто Хозяин Кота Кстати Писали Комментарии Почему Нет На фотках Одновременно Мама И папа От лица Ники Я пишу Логично Один снимает Второй Со мной Соответственно А Ну да Я понимаю В основном По-английски Общаемся Кстати Рекомендация По поводу Продвижения Своего Кота Если Продвигать Какое-то Животное То надо И себя Вставлять Тоже Периодически И Кстати Тоже Важный Момент Я понимаю Что это Может Казаться Глупо Но У котов Это Не Хозяева Это Мама И Папа Это Мам И Дэдди Ну Или Мама И Папа Это Очень Странно И Мне С точки Докладного Взрослого Человека Кажется Странно Но Люди Так Воспринимают Они Спрашивают А где Твоя Мама Кто Твоя Мама Это Не В смысле Его Кошка Мама А я Или Папа Тоже Это Хозяин Это Тоже Надо Учесть Есть Какой-то Свой Язык Который Принят При Общении С животными Почему Был Спад Подписчиков 140 Было На Пике 103 Из Чего Произошел Спад Произошел Потому Что Я Два Года Вообще Не Выкладывала Контент Это Очень Жесткое Правило Если Вы Не Будете Выкладывать Контент В том Объеме В котором Ваши Фанаты Привыкли Они Начнут Отписываться Я Слышала Про То Что Люди Боятся Выложить Слишком Много Контента Это Не Инстаграм Нельзя Бояться Выложить Много Контента Можно Перестаете Если Вы Постили Каждый День И Перестаете Постить Каждый День От вас Начнут Потихонечку Отписываться Это Первая Причина А вторая Причина Что Инстаграм В принципе Как раз Где-то Раз в год Раз в два Года Устраивает Такую Охоту На Ведьм То есть Блокирует Аккаунты Которые Он считает Неактивными Да Это Делается И для Вычищения Всяких Фейковых Аккаунтов Которые Были Созданы И Действительно Заброшены Потому Что Если Фейковый Аккаунт Живой Его Сложнее Определить Как Фейка Если Он Делает Все То же Самое Как Живой Человек А Если Фейковый Аккаунт Заброшен Вот Он Вычищает От таких Аккаунтов Но Заодно Туда Попадают Все Которые И живые Люди Но Они Их Не Ведут Они Тоже Попадают Под Эту Блокировку И Поэтому Какая-то Часть Естественным Образом Отваливается Каждый День В силу Того Что Происходит Эта Чистка А Года В два Массовая Чистка Прям Так Проходится По Аккаунтам И Все Чистит А Вообще Инстаграм Эта История Конечно Не Сильно Российская То Несмотря На то Что У меня Рекламодатели Были Российские Но Все Так В основном Это Были Компании Глобал То Тоже Эспрессо Тоже Микрософт Это То Что На Весь Мир А Как Искать Рекламодателей На Мир Но Вообще Все Рано Поскольку Аккаунт Российский То Все Рано Это Надо С Российскими Компаниями Связаться С Представителями Здесь А На Западе Это Надо Связываться С Агентствами На Вообще Другая История Взаимодействия Там Никто Напрямую С Рекламодателями Не Работает То Есть Там Надо Работать Исключительно Через Агентства Агентства Уже Ведут Этих Рекламодателей Оно И в России Так Например Тот же Эспрессо Это И Там Недавно Вискос Был Это Не Напрямую Мы Связывались Рекламодателями Это Сами Рекламодатели С Агентства Просто И Смотреть Какие Бренды Ведут И С Ними Связываться И Предлагать Себя Если Инициировать Кто Эти 7 Подписок Это Мой Эксперимент Он Был Когда На Пике Славы Ни На Кого Вообще Не Был Подписан Ноль Потом На Какой Год В 15 Подписался Только На День Рождения Это Был Мой Подарок Мне На День Рождения Что Мой Кот На Меня Подписался На Сам День Тоже Был Эксперимент Мне Было Интересно Придут Ли Его Фанаты Ко Мне В А Обратят Ли Внимание Не Обратили Им Не Очень Важно А Это Был Написано В Концепцию На Кого Я Буду Подписан На Кого Мой Кот Может Подписан Пока Он Подписан Тоже На Своих Сильно Таких Ярых Тех Комментирует Лайкает Вот Но Без Системы Пока Поэтому Посмотрим А Лидер рынка Кто В Инстаграме Кошачьего Больше Сего Подписчика Мировой Мировой Громпикэт Сколько Можно Зайти Да И 4 Миллиона И Он Кот Вообще Особо Не Двигается То Есть Он Просто Эксплуатируется На Его Выражение Морды Делаются Такие Штуки Но Чем Это Круто Тем Что Это Изначально Все Таки В Штатах Было А в Штатах Тоже Другой Принцип То Например Появился Некое Явление Которое Можно Сделать Брендом Тут Появляется Агентство Которое Покупает Права Права Они Уже Не У Владельца Права Агентства Которое Начинает Лицензировать Договариваются С Макдональдсом О выпуске Какой-нибудь Продукции С Гром Пикетом Игрушки И так Далее У них Другой Принцип Они Идут Не через Рекламу А через Продажу Образа Через Лицензии У нас В России Все это Очень Плохо Развит В России У нас Нет Таких Агентств Которые Этим Ну то есть Права На образ Дона В России Купило Агентство Вот они Бедные Теперь Не могут Отбить Эту Лицензию Никак Ну то есть У нас Это Очень Ну Своя Специфика Вот Такое У нас Получилось Крутое Интервью Спасибо Большое Хозяевам За то Что Приняли Все Рассказали Я думаю Здесь Было Много Интересного Полезного Контента Как Можно Продвигать Аккаунт Своих Животных Питомцев И не только Питомцев И в своих Аккаунт В инстаграме И зарабатывать На этом Вполне Неплохие Себе Деньги Поэтому Пиши Комментарии Что ты Думаешь По этому Поводу Как Вид Заработка Если У тебя Есть Аккаунт Своего Питомца Обязательно Присылаю В комментариях Обязательно Все Посмотрю Все Увижу Не Забывайте Подписываться Ставить Лайки И Следите За Роликами Который Выходит У меня Каждую Неделю Погнали Дальше